Один ребенок там остался в доме, мы ничего не смогли сделать. В селе Ильинское, от которого до райцентра Богданович 33 километра пути, экипаж мусоровоза спецавтобазы, проезжая по центральной деревенской улице Ленина, заметил адское пламя, вырвавшееся из окон частного дома с номером 48. Не раздумывая, водители грузчик мусоровоза бросились в горящую избу и в два захода вытащили из огня и дыма мужчину, парня и ребенка. Шокированные погорельцы, дедушка и дядя малышей, пришли в себя, отогревшись в кабине мусоровоза и сообщили, что в доме остался еще один малыш. К сожалению, к тому моменту изба была охвачена пламенем и забежать в дом было просто невозможно. Чуть позже огнеборцы обнаружили в полусгоревшей избе тело трехлетнего малыша, который, вероятно, надышался едкого дыма и погиб. Беда приключилась в субботу в 11 часу утра, когда грузовик спецавтобазы объезжал Ильинское, забирая мусор. Когда увидели пожар в доме, даже мысли не возникло проехать мимо. Позже рассказал водитель мусоровоза Сергей Сергеев и добавил, что когда они вдвоем с напарником, грузчиком Игорем Трещевым забежали в дом, водителя-стажера Михаила Квашнина мужчина оставили в машине на связи. Бояться было просто некогда. Позже Сергей сокрушался лишь об одном, что не успели вытащить из горящего пламени малыша. По информации руководителя прислужбы полицейского главка Валерия Горелых, мать мальчика в тот злополучный день была в больнице. Пока приоритет и версия о том, что малыш поутру играл со спичками и устроил нечаянный пожар. По предварительной информации источник убийственного огня находился как раз в детской комнате. Руководство спецавтобазы намерено выдать премии трем своим сотрудникам-героям. На утушке дома в Ильинском поработали три пожарных расчета, 11 огнеборцев. На месте также побывали бригады скорой, газовики, криминалисты, прокурорские и сотрудники СКР.